Так, ну что, пожалуй, начнём седьмую часть. Спать уже хочется, чтобы поиграть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Очаровательный городок, но для меня тут жарковато. Девушки отдыхают... Смотрите продолжение в следующей серии. Принц Ноктис, с возвращением! Твоя легенда оказалась былью. Ну и дела. Большое спасибо, Талкот. Пожалуйста. Молодец. Ты очень помог нам, Талкот. Совсем как ты с отцом, когда ты был ребенком. Думаешь? Большое спасибо, Талкот. Пожалуйста. Опять. Что с тобой? Ты в порядке? Все будет хорошо. Нужно взглянуть поближе на этот так называемый диск. Это можно. Через бинокли на смотровой площадке. Это уже хоть что-то. Может удастся выяснить, есть ли связь между этим диском и состоянием Нокта. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Выглядит здорово. Чувак! Это просто праздник желудка! Я и сам такое сделаю. Какое совпадение. Я в этом не уверен. А помните ли вы детские стишки? Вот, например, такой. В камнях сидит Архей, зовет тебя скорее. Но кто его услышит? Но кто к нему придет? Король почти не дышит и на коленях ждет. А как ему встать? С колен. Откликнитесь на зов. Идите к Архею и выслушайте его. Проводить? Едем? Не знаю. Мы поедем. Новую юночку. Я за. Вперед. Никогда не настаивал на формальностях, но в данном случае стоит представиться. Зови меня Ардин. Пойдем со мной на автостоянку. Там моя машина. Милый старый автомобиль. Конечно, с твоей регалией не сравнится, но она ни разу меня не подводила. Так что ехать мы будем в двух машинах. Своего рода кортеж. Не возражаешь? Да че? Диск огнем горит. Не опасно к нему приближаться. Опять жара. Надо собрать вещи, доехать в Лея-Де. Остывать. Продолжение следует. Все готово. Итак, позволь мне выбрать тебе шофера. Ты. Выбираю тебя. Ладно. Итак, ты ведешь свою машину, а я свою. Ну, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это похоже на путешествие. Кто бы мог подумать? Так-так, это же ваш покорный слуга. Если ты не любишь фотографироваться... О нет, я вовсе не против. Щелка это войдет в коллекцию его высочества. Хоть я и молода, но я оракул по крови. Как и моя мать, я приложил все усилия, чтобы на земле воцарился мир. Так начинался путь самый юный из оракулов за всю историю. Тяжело... Привет. Привет. Доброе утро. Должен предупредить вас. Мы скоро пройдем точку невозврата. Надеюсь, никто не передумал? Тот, кто придумал, как использовать энергию метеорита, Нерий. А к нему вообще можно подойти? По близости от него собирают метеоритные обломки, которые отвалились, когда он упал. Точнее, почти упал. Ведь его подхватил Архей. И до сих пор стоит там и держит его. Сплошная силовая тренировка. Без выходных. Беспрерывный труд Титана и мощь метеорита — вот то, чему поклоняются жители Даски. В неволе задумаешься, каково там у его ног. Предупреждаю. Там, куда мы придем, жарко. Камера не пострадает? Если я не полезу в огонь, все будет нормально. Наверное. Имею в виду, запасной у нас нет. Оставим в машине? Ну уж нет. Не смогу себе простить, если упущу такой шанс. Сфотографировать Архея крупным планом. Слова настоящего фотографа. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что даже не попытался. Кто бы говорил. Но это же просто поговорка такая. Просто делай то, что считаешь. Игги, у тебя очки жаропрочные? А с чего бы им не быть жаропрочными? С ним и без очков ничего не случится. У Игги не такое уж и плохое зрение. О, серьезно? Я более-менее сносно вижу и без корректирующих лиц. А что ж ты их никогда не снимаешь? Но... Ты не понимаешь, да? Игги предпочитает видеть кристально ясно. А вот именно. Мне никогда не нравилась растутничность. А-а-а. Кажется, начинаю понимать. Эй, Игнис. Как тебе на пассажирском месте? Нормально? Я просто в ужасе. Это что ты имеешь в виду? То, что я прекрасно знаю, как водит его высочество. Спасибо за поддержку. Книжку почитай. Отвлечешься? Нет уж. Лучше я буду смотреть на дорогу. Видимо, ты не сможешь забыть, что за рулем ногтей. Мы приедем. Надеюсь, это не шутка. Я давал повод мне не доверять. Ты не очень-то внушаешь доверие. Да, не очень-то прямолинейно. Привет! Это я! Откройте, пожалуйста. Ого! Сработало? Может, по моему виду и не скажешь, но кое-какое влияние у меня есть. Теперь вы рады, что мы приехали вместе. Теперь тебя ждет аудиенция у божества. Ты нас покидаешь? Я высужу вас у двери к архею. И на этом мы распрощаемся. Видал я чудаков, но этот... Надеюсь, что больше мы не встретимся. А тебе не кажется, что это слишком резко? Он отлично разбирался в детских стишках. Да, и в этом нет ничего страшного. Значит, нужно идти туда. А потом узнаем, что замышляет Империя. Это же... Это же... Я правильно понимаю? Не думал, что здесь есть королевская усыпальница. Нельзя же оставлять тут эту силу. Да, принц? Берем и идем дальше. Берем и идем дальше. Опять началось. Как сильно-то? Уходите. Бегом! Стоп! Я тебя держу! Давай, залезай! Что за... Что за... Ничего себе! Это Архей? Мы разбудили гиганта. Он пытается мне что-то сказать. Но что? Нокт! Ты цел? Слава богам, ты жив! Обратно вылезти можешь? Нет, но тут есть тропа. Я проверю, куда она ведет. А вы постарайтесь спуститься. Хорошо. Посмотрим, где можно пройти. Будьте осторожны. Вы тоже. Куда? Куда мы пойдем? Далеко не убегай, ладно? А ты не отставай. Хм. Ум. Далеко не убегай. Далеко не убегай. Они и так нервные. Не стоит их дразнить. Может, закроешь клювик? Просто даю дельную совету. Да, долбишь мне по ушам, как детям. Далеко не убегай. Проклятье. Эй, сюда. У нас нет права на ошибку. А еще медленнее ты идти можешь? Скорее бы добраться до конца. Крюшок, держись! Моя голова! Что, опять? В самый неподходящий момент. Давай переберемся поскорее. Но, у тебя все нормально? Что там? Эй, сюда! Чего ты от меня хочешь? Перестань. Сначала перейти надо. Быстрее! Успокойся. Я спешу, как могу. Мы почти нашли. Мы почти нашли. Скорее! Если это аудиенция, как он себя с врагами ведет. Хочешь поговорить? Я тоже. Я рад, что вы достигли взаимопонимания. Пошли. Как же мне надоела бесконечная ходьба. А мне твое нытье. А ну, угомонись уже! Отвали. Послушай, ты наследник престола или кто? Конечно, наследник. Такое не забудешь. А что? Я не говорю, что ты забыл это. Я напоминаю. Тяжелые времена не у тебя одного. Мы все сейчас на взводе. Мы Амицити. Верные щиты короля. Мы готовы жертвовать собой. Ради короля. И так было всегда. Я знаю, в чем состоит мой долг. И горжусь этим. Если вдруг ты не можешь сосредоточиться, это делаю я. Не мешай мне. Ладно. Извини, но я должен был все это сказать. Пошли. Только помни, далеко, лучше один не убегай. Слушай, Гладио, твой отец... Я благодарен ему. Он просто выполняет свой долг. О, это же твой телефон, да? Игнис. Ты жив? Хорошо. Слушай, тут имперцы. Связь пропала. Но, похоже, к нам в гости идут имперцы. Скоро тут станет еще жарче. Наконец-то мы дошли. Я знаю. Ох, надо, я пошел. Слушай, Гладио! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Surek DimaTorzok 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 Ах, ах, ах! Как же мне это все оснащет тела? Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok